Вестмолк, он заявлен 13-м форвардом, показывают нам команды Михаэля Сунки, а Ярославцы сыграют 80 защитников в 12-м, а Шведы играют 7 защитников в их... Гнаться и гол! Максим Денишкин открывает счет в этом матче, с воздуха переправил он шайбу в ворота после наброса от Александра Дарьина, 1-0, Лока на пятой минуте выходит вперед. Восьмая шайба Ярославцев на этом турнире и шестое набранное очко Александра Дарьина. Это его пятая передача и, видимо, что получилась она не самой точной, но, тем не менее, отмечает Максим Денишкин, который попал по шайбе слету, вырвался из полдобеги и выиграл Локомотива. А если нет, то, наверное, да, все-таки заполучили набрать 4-4, а видится только Локомотива. Воскид! 2-0! Возникает потасовка возле ворот шведской команды. Николай Коваленко оказался рядом с ягодником. Провоцирует Николай Коваленко игроков шведской команды, показывая на табло, показывая сначала цифру 2, а затем 0. 2-0! Здесь толкнули Коваленко на собственного воротаря. Это был, видимо, Коваленко. Именно он это и сделал. Коваленко обзор. Голки первого воротаря под столкнули. И уже два удаления. В матче Денисенко 3-0! Бросок с пятака. Вот, блин, на очень неудобный для воротаря на высоте. В первом же матче на этом турнире Григорий Денисенко делает счет 3-0. Да, и можно только посочувствовать турбусу Ярберского, который сегодня уже получил. Громаднейшие турбусы работают, особенно потому, что они помогают партнеры. Видимо, что преимущество аэрославской команды. Похоже, у него все больше заметно. И, честно говоря, назревал этот третий гол. В первом турнире они пытались. Показать третьего игрока. И все, все, все просто отправились на смену. Поваленко делает передачу на пятака 4-0. Шведы часто проигрывают свой пятак. И сейчас вот мы увидим хорошее подтверждение. Данила Дяденька забрасывает четвертую шагу в ворота МОДА. И... Блока доводит свое прикусство на поле. Мы смотрим, смотрим за тем, как назывался Показ. И заложил корпус Поваленко. Он там освободился из колдопедии. И... Увидел, увидел набегавшего на бойцов Дяденькина. Который оказался абсолютно один. Уже не убивают место. Да, российскими мультикистами. Уже не зарабатывают лобороны. И... Блока... Шайба... Влетает. Ворота возносит стук. Кто шайбой коснулся последний. Данила Дяденьк уже добивал шайбу с дальней штанги. Но... Пересекла ли она линию ворот? Это большой вопрос. 10 секунд ярославца потребовался для того, чтобы реализовать лишнего 5-0. Ну и, по-моему, как раз-таки Рыбаков все-таки забрасывает свою шайбу. Говорили мы о том, что важно, важно ему отличиться. Но на момент. Вот, кроссов, передача. Еще один кроссов, да. Именно Рыбаков становится. А без шайбы, Светакау, наносил кроссов. И от ноги, что не из успешной команды, а действительно, по-моему, уходило. Местный крестов к голпитеру, который, кей-то, не так. Здесь у тебя неверную позицию Алексей Горячий занял. И, по-моему, все-таки, не поделал. Рыбаков со своими воротами. И все-таки Млона отыгрывает. Отмушай его. И Юэль Лайгран становится ее автором. Да, вновь допускают ошибки. Ошибку защитники Лока. Неосторожно играет за собственными воротами. А ведь тревожные звоночки были еще в первом периоде. Алексей Минаев зачем-то в этой ситуации решил пойти в обыгрыш. Причем против него оказался Линус Скагер. Один из самых ярких и быстрых игроков в составе шведской команды. Дэйс Скагер за это очень быстро наказал. Снабил передачу. Локом, Ярославль, Россия. Довидатый шаг. Будет два дня паузы и после чего полуфинал. Встречится с Кирпетом. А в вечернем матче Тршинец сыграет против сборной команды. Дамы и господа.